Черные трубы, металлические корпуса. И не понять, что это самый новый космический носитель России. Так в разобранном виде выглядит ракета «Ангара». Да, это части «Ангары», так называемые сухие отсеки изделия «Ангара». Баг «Г» и баг «О» — это составные части первой ступени изделия «Ангары». Начальник цеха Валерий Греков, переходя на не совсем понятный техническо-космический язык, рассказывает о новой ракете. «О» — это бак окислителя, «Г» — бак горючего. Так на пальцах объясняет устройство ракеты будущего. Сама система уникальна, она как револьвер, нужно заряжаться. Семь патронов, пять патронов, один, два патрона. Это будет самая эффективная многоцелевая ракета. Ее, как матрешку, будут собирать из модулей. От легкой, с подъемной массой спутника до пяти тонн, до тяжелой, способной вывести на геостационарную орбиту аппарат в 15 тонн. Цикл сборки ракеты «Ангара» — всего четыре месяца. Заказы спутников могут быть разные — легкие и тяжелые. Все зависит от заказчика. Вот, допустим, заказчик закажет тяжелый спутник — вот вам тяжелая ракета. Закажет средний спутник — вот вам средняя ракета. Закажет легкий — вот вам легкий вариант. В соседнем пролете будет осуществляться сборка головного обтекателя. Новый цех для сборки «Ангары» в Государственном космическом центре имени Хруничева. Почти 20 тысяч квадратных метров. Редкая возможность увидеть такое помещение пустым. Вскоре здесь будут собирать пять-шесть ракет одновременно. На этот рельсовый путь будут подаваться вагоны, и готовые ступени ракеты будут отгружаться в вагоны и вагонами следовать на космодром. В перспективном семействе ракет-носителей «Ангара» несколько модификаций — от легкой до тяжелой, но способных взлетать с одного стартового комплекса. «Ангара» взяла все самое лучшее от ракеты «Протон». Это вовсе не значит, что «Протону» настало время уходить с пускового «Олимпа». У самой мощной ракеты России «Протона-М» впереди этап модернизации. «Мы сделали «Протон» наполовину композитным, наполовину металлическим. Мы поставили новые аккумуляторы, мы увеличили тягу наших двигателей первой ступени, так называется, форсировали их. Всего в общей сложности где-то порядка 70 новых технологий». «Прошлый год стал рекордным по количеству пусков ракеты «Протон». Все больше иностранных заказчиков выбирают именно этот надежный носитель для доставки своих аппаратов в космос. Нынешний год не исключение. Впереди у «Протона» не меньше шести стартов. «Вот она, видите, готова к отправке на полигон. Вот эта морковка уже собранная и прошла кис. И готова к отправке на полигон. Видите, защита все поставлена, красная все. Грузится в вагон и уезжает». В сборочном цехе центра Хруничева кипит работа. К отправке на Байконур готовится очередная ракета. Здесь же собирают летную модель МЛМ – многофункционального лабораторного модуля. Дело за малым – установить мишени и стыковочные антенны. «Когда происходит стыковка, идет ориентация на эту антенну. И без таких вот антенн стыковка практически невозможна». Такая черно-белая антенна и ловушка на каждом российском корабле. С ее помощью в ручном и автоматическом режиме причаливают к станции. В будущем году МЛМ, который уже окрестили модулем «Наука», будет доставлен к МКС все тем же проверенным и надежным протоном. Сегодня основным строителем орбитального дома. А первый запуск Ангары планируется в 2013 году с космодрома Лисецк.